Здравствуйте! Вы смотрите программу «Круглый стол». Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня тема нашей беседы, пожалуй, самая главная дата в истории Советского Союза и России и самая главная дата 2015 года – предстоящие 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Я сейчас представлю наших гостей, а потом мы начнем нашу беседу. Сегодня наши гости – представители политических партий, представленных в Государственном Совете Чувашской Республики и председатель Центральной избирательной комиссии. Итак, сегодняшние наши гости – Николай Николаев, депутат Госсовета от фракции «Единая Россия» Дмитрий Евсеев от фракции КПРФ Александр Иванович Цветков, председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Олег Николаев, депутат Госсовета от фракции «Справедливая Россия» и Константин Степанов, заместитель координатора Чувашского регионального отделения Либеральной демократической партии России. Итак, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. И я думаю, что сегодняшняя тема как никогда объединяет всех представителей политических партий, всех людей, кто в какое-то время высказывался по-разному на различные вопросы нашей жизни. И 70-летие Победы, предстоящее празднование 9 мая, которое будет в нашей стране, наверное, должно объединить всех. Как вы считаете? Ну, мне кажется, это такая непреложная истина. Так сложилось, наверное, что в каждой семье российской есть свой человек, есть свой ветеран, который участвовал в этих сражениях, был участником Великой Отечественной войны. Ну, в частности, вот у меня оба деда воевали, и в нашей семье мой дядя, старший брат моей матери, он, к счастью, до сих пор жив, он тоже является участником Великой Отечественной войны. Поэтому для всех россиян, мне кажется, самый главный святой праздник. И более того, социологические опросы показали, что наиболее почитаемый праздник у нас в стране – это именно День Победы, 9 мая. – Дмитрий Борисович, ну, наверное, в вашей партии особое отношение к этой дате? – Конечно, ведь мы помним, что советский народ, кстати, правильно ведь называется праздник победа советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Советский народ победил под руководством Коммунистической партии, и ее руководителя, генералиссима Саиловича Виссарионовича Сталина. Для нас, конечно, эта дата очень важна, это ключевая дата для нас. И я думаю, здесь полностью с Николаем Саиловичем соглашусь, она вообще важна для любой политической партии, наверное, в нашей стране, ведь, собственно говоря, мы защитили и страну, и мир. И мы по праву можем гордиться тем, что вот современное мироустройство – это последствия той нашей победы, последствия того, что мы спасли мир от коричневой чумы. – Александр Иванович, добавите. – Ну, то, что советский народ победил в войне, это, безусловно, именно так и есть. Мы все родом из Советского Союза, мы вообще живем в уникальное время, жили в СССР, на наших глазах возрождалась и становилась новая Россия. Вот на этапе становления очень популярной была тема поиска национальной идеи для нашей страны. И со временем, мне кажется, эта тема ушла сама собой, потому что сейчас мы все понимаем, что общий объединяющий как раз вот критерий – это любовь к своей стране, это патриотизм, это желание видеть Россию сильной, современной, уважаемой во всем мире. И поэтому День Победы, он как никогда лучше вот в эту канву вписывается. И мы с огромным удовольствием будем отмечать этот праздник не только в этом году, но каждый год. И я думаю, что тема Победы, она еще не до конца раскрыта, и значение Победы, самое главное ведь не только самим это понимать, самое главное донести до подрастающего поколения, что происходило в мире в то время и что происходит сейчас. Олег Алексеевич. Ну, я разделяю вот эту мысль, что День Победы – это, конечно, одна из самых знаковых дат для всех народов и жителей как России, так и, я думаю, что многих жителей стран СНГ, которые еще когда-то были, на самом деле, Советским Союзом. И самое главное – это ведь праздники всех поколений. А если говорить теперь с точки зрения современного вот такого построения гражданского общества или общества в целом, то есть мы говорим, что гражданское общество состоит из многих институтов, и поэтому ввиду того, что политические партии являются одним из элементов нашего многообразного гражданского современного общества, естественно, для всех нас этот праздник очень важен, он очень значим. И, конечно, мы его чтим, будем чтить, и это очень важно для того, чтобы, вот скажем так, ведь это одна из исторических вех, главных исторических вех нашей страны, нашей отчизны. И помня о них, вот о таких датах, конечно же, мы закладываем вот все, что сказал Александр Иванович, и любовь к родине, и патриотизм, и, скажем так, построение нового, то, что мы сделаем для наших уже поколений. – Константин Олегович, ну вам, наверное, самое сложное осталось, тоже выразить свое отношение. – Ну, тут нет ничего сложного, я, естественно, соглашусь со всеми предыдущими мнениями. Ну, вообще, что такое политическая партия? Политическая партия – это организация, которая представляет интересы определенной части избирателей. И даже если у людей бывают разные политические взгляды, разные религиозные взгляды, разные убеждения, естественно, на всех объединяет вот этот праздник, этот подвиг русского народа. Почему я говорю русского? Потому что я не совсем согласен с мнением Дмитрия Борисовича, что это победа только советского народа. Дело в том, что я считаю, что это было бы ошибкой разделять по эпохам, в зависимости от того, какая партия в тот момент правила наш сегодня народ. Я точно так же, как и все здесь собравшиеся, родился в Советском Союзе в 1986 году. Но считаю, что такого разделения быть не должно. Ведь нельзя будет говорить через 100-150 лет, что какие-то проблемы Россия решила, например, только при поддержке действующего режима, то есть при поддержке партии власти, которая есть сегодня. Это будет ошибкой, как и то, что победил только исключительно советский народ. Победил русский народ, все те территории, которые участвовали тогда в войне, все, кто не участвовал на прямой войне, был как-то там в тылу, производил что-то. Поэтому со всеми соглашусь. Действительно, это очень важный праздник. Естественно, политические партии будут включаться в работу над проведением этих праздничных шествий, различных мероприятий, которые будут проводиться в этот юбилей. И всех хочу поздравить с наступающим праздником и пригласить на общегородские, общереспубликанские мероприятия. Почтить память тех, кто погиб в этой Великой войне, тех, кто победил, кто одержал победу. И обязательно проявить большое внимание и большую заботу к тем, кто сейчас еще жив. И высказать им слова благодарности. И дать им самое нужное, то, что им необходимо. Это не какие-то, возможно, медали, не какие-то награды, не какие-то грамоты. А в первую очередь заботу, человеческую любовь, уважение и понимание. Ну, я думаю, что вопрос о терминологии советский народ... Все-таки не обойтись без реплики. Потому что, Константин, ну, может быть, вот как-то в современное образование не дает этого понимания. Советский народ, он объединяет все народы, русские в том числе. Мы же не можем говорить только о русских. Чуваши, вот для нашей Чувашской республики война. Русский народ для вас это что? В широком смысле. Русский народ это в самом широком смысле. Русский народ это не советский народ, не народ ЛДПР, не народ единой России, не народ справедливой России. Это русский народ. Ну, советский народ еще более широкое понятие. Мы не можем забывать и об украинцах, и о белорусах, которые свою жизнь отдали. И о представителе множества национальностей Средней Азии, которые в том числе вложили огромных классов, чтобы Москву отстоять. Поэтому мы и говорим о советском народе, о всем многообразии. И, наверное, Иосиф Иосифович Сталин, кстати, тоже во время тоста за победу, как вы помните, когда праздник Победы отмечался, он сказал, первый тост был за русский народ именно, как такой становый хребет, который, в общем-то, собственно говоря, объединил вокруг себя остальные народы. Но мы всегда говорим именно о более широком понятии советского. Знаете, наверное, разделение на русский, не на русский народ может привести к тому, что происходит сейчас у наших соседей. Я просто боюсь эту тему поднимать. Вот я поэтому и говорю, не нужно ничего разделять. Не нужно говорить советский или не советский. Мне кажется, там и жители, и граждане Восточной Европы тоже приняли какое-то участие в освобождении. Хотя... Но все-таки Великая Отечественная война... В 45-м году. Давайте не будем путать понятия. Давайте. Мы говорим о Великой Отечественной войне, а не о Второй мировой. Нет, а почему? Апрель 45-го года. Мы говорим именно о Великой Отечественной, а не о Второй мировой. Да, и давайте даже хотя бы в законе посмотрим, там речь идет именно о советском народе. Можно я вас немножко настрою на лирический лад? Все-таки тема такая достаточно благодатная. Например, одна из последних картин про войну, которую я посмотрела, это была «Битва за Севастополь». И действительно меня поразило то, что эта картина была создана на Украине. Была создана именно в тот момент, когда начались все эти неприятные, может быть, для нас процессы. Она монтировалась в первой половине 2014-го года. И мне кажется, это мой личный взгляд, может быть, если вы смотрели, я с удовольствием выслушаю ваше мнение. Мне кажется, что этот фильм больше русский, нежели украинский. И там действительно очень много про советский народ, про освобождение. Там есть украинские песни, там есть украинские слова, да, но он очень хорошо передает атмосферу того года, тех лет. И мне очень было приятно, что там нет плохих чекистов, хороших чекистов, плохих красноармейцев, советских солдат, хороших солдат. Я бы хотела послушать ваше мнение, как вот сейчас в искусстве передается тема войны. Можно начать? Да, конечно. У меня несколько противоположное мнение. Дело в том, что я-то как раз и не очень приветствую создание вот этих вот новых фильмов, когда определенные режиссеры получают баснословные деньги, баснословную поддержку на те картины, которые они снимают, которые на самом деле являются по большей части и псевдоисторическими. То есть сейчас снимают блокбастеры, снимают боевики, снимают любовные какие-то романы, мелодрамы, в которые немножко упоминается война, перевираются исторические события, это бывают перепутанные даты. Есть критики, которые потом об этом в интернете, естественно, пишут, есть эксперты. Перевираются даты, все слишком сильно драматизируется или, наоборот, где-то недоигрывается. Поэтому современные фильмы, считаю, должны проходить определенную комиссию. Пусть будет создана комиссия из историков, из экспертного совета какого-то, который будет как раз такие недочеты в фильмах исправлять. Поэтому из современного кино могу только отнести их как к художественным произведениям. Их нельзя воспринимать как исторические фильмы, как какую-то правду. Смотреть их можно только ради какого-то эстетического удовольствия, в качестве расслабления. Мужской и женский взгляд, я так понимаю. Из последних фильмов, которые мне запомнились, даже вот таких художественных, это был неплохой сериал, по-моему, из 12 серий «Апостол» про разведчика. Там было два брата участвовали. Вот он снят, я считаю, довольно неплохо. Я бы всем советовал его посмотреть. Но, опять же, без намека на правду. Не стоит воспринимать это как какой-то обучающий фильм, исторический и так далее. Ну, я, наверное, что добавлю. Я считаю, что и в искусстве тоже, как и во многом другом, естественно, должно быть многообразие. Потому что жизнь, она состоит, естественно, из многих граней, многих аспектов. Фильм «Битву за Севастополь» я смотрел, «Апостол» тоже я смотрел. Значит, ну да, они все разные. Я думаю, что даже история, она не всеобъемлющая. Та история, которую мы изучали, да, там много секретных материалов, которые поэтапно отсекречиваются, открываются для всеобщего доступа. Поэтому скрываются новые факты. Естественно, на каких-то фактах то, что подается судьба отдельных людей, и то, что это лучше воспринимается, почему бы нет? Я считаю, что это тоже нормально. С другой стороны, я все-таки считаю, что классика должна быть всегда. Классика с точки зрения советского кино, да, времен советского периода кино. Конечно, там они, фильмы, наверное, более такие, я бы сказал, проникновенные, душевные. Поэтому я считаю, что должно быть этого достаточно. Достаточно даже с точки зрения теории, что все полезно в меру. Для того, чтобы охватывать, как минимум, если не все, то большинство граней. С тем, чтобы разные потребители, ведь это уже давно доказано, что люди кто-то ушами воспринимают, кто-то чувствами, кто-то глазами. Чтобы разные потребители могли получить именно ту нужную себе формате информацию про войну. Кто-то в картинах, да, там, то есть картины тоже много передают, фото выставки. Я считаю, что всего этого должно быть достаточно. И тем более, ведь время идет, вот события, например, 9 мая, там, да, есть, и другие праздники, которые связаны вообще с войной, с армией и Родиной. Чем их будет, скажем, больше таких тематического плана. И, естественно, через это вовлекать, в том числе подрастающее поколение, через некие конкурсы и такие викторинные мероприятия. Я думаю, что это как раз в комплексе будет давать такой хороший результат и сохранение в памяти, и, с другой стороны, скажем так, может быть, возникновение таких более новых направлений даже творческих и иных работ. Дмитрий Борисович, вы, наверное, тоже хотите высказаться. – Да, но я могу сказать, что не просто как представитель КПРФ, наверное, как человек, который, может быть, в советское время воспитывался, мне тоже более приятные и интересные советские фильмы. Ну, мне кажется, они просто даже с художественной точки зрения более качественно сняты. Вот. Но, с другой стороны, вот меня другое немножко в нашем современном искусстве, масс-медиа, так сказать, удивляет, то, что до сих пор у нас вот эти тенденции, которые в 90-е годы пошли, до сих пор у нас есть попытка очернения собственной истории, перевирания фактов исторических, подлога. Уже давно историками доказан целый ряд документов, которые оказались историческими фальшивками. Но их все еще вытаскивают, все еще показывают, даже под видом документальных фильмов на нашем телевидении. Вот мне кажется, вот это надо очень серьезно пресекать. Да, могут быть разные исторические подходы, могут быть разные оценки, так сказать, разных исторических деятелей, событий. Но когда речь идет о прямой фальсификации, уже доказанной фальсификации, вот эти вещи, на мой взгляд, нельзя допускать. – Я так понимаю, что здесь вы с Константином несколько согласны, что нужны какие-то эксперты. – Конечно, в определенности. Нет, я с Константином согласен. С художественным фильмом – это одно. Но когда нам под видом документального фильма преподносят уже давно опровергнутые фальшивки, вот это вот намного хуже. Но это до сих пор, к сожалению, продолжается у нас. Даже в том числе на ведущих телеканалах федеральных. – Какой фильм вы можете, не знаю, рассказать, сказать, что он вам понравился? Или наоборот? Может быть, как-то за сердце взял, за душу зацепил? – Из последних? – Из любых. – Ну, последние фильмы для меня как-то вот примерно на одном уровне все идут. Сериалы я принципиально телевизионные не смотрю. Во-первых, у меня просто времени не хватает на это. Во-вторых, качество в последнее время, к сожалению, телепродукты невысокое. А советские фильмы, ну, как можно отдельно из них выделить? Наверное, это будет неправильно. Я могу очень долго и много об этом говорить. – Передачи не хватит. – Передачи не хватит, да. – Николай Станиславович. – Вы знаете, конечно, я думаю, что художественный фильм есть художественный. И строить историю на каких-то лентах невозможно. Вот я помню, когда мы учились в школе, все-таки старались вложить в нас объективные знания. Во-первых, есть очень много интересных книг, которые написаны нашими полководцами. Вот даже если взять, допустим, воспоминания нашего легендарного маршала Жукова. Это вполне художественная книга, но вместе с тем она написана самим участником, не просто участником, да, а, скажем так, человеком, который был в центре всех этих событий. И очень хорошо передается дух тех военных лет, тех событий, которые были. Я, например, дважды эту книгу перечитывал, когда был в средних классах, потом уже более в зрелом возрасте. И хочу сказать, что, наверное, вот иметь книгу в домашней библиотеке гораздо лучше, чем... Ну, художественные картины, они, понятно, что, естественно, там приукрашиваются какие-то события, да. В любом случае нужно привлечь зрителя, да. Но вместе с тем очень много современных мероприятий. Например, у нас работают поисковые отряды. Ребята выезжают на места сражения. Они дальше ведут соответствующую работу, да, поднимают тела. Вместе с этим возникает история того полка или того батальона, который сражался в этом. Вот я, например, учился в школе, у нас был музей 324-й стрелковой дивизии, который формировался здесь, у нас Чебоксара. Вот. И я радуюсь за то, чтобы вот эти движения поддерживать, за то, чтобы была возможность предоставлять объективную картину, объективную информацию. Конечно, когда мы росли, мы имели возможность общаться с ветеранами. Тогда это было вполне нормально, да. Вот при 9 мая приходили ветераны к нам в классы, и практически каждый класс посещали, их было много. Сейчас свидетелей тех исторических событий с каждым годом все меньше и меньше. И поэтому, на мой взгляд, вот нужны объективные вещи, то есть это книги, хорошие документальные фильмы, это исторические архивы, музеи. А критика тех художественных картин, которые идет, она должна быть, в принципе, общество должно реагировать на те или иные факты. То есть вы, наоборот, предлагаете больше на книги обращать внимание, нежели на… Ну, если вот передать дух, наверное, да, вот все равно наиболее объективной информацией, на мой взгляд, являются литературные источники, нежели художественные картины. Хотя, конечно, сходить в кино с семьей в выходные – это неплохо. Но я, к сожалению, редко бываю в кинотеатрах и вообще редко смотрю телевизор. И поддерживаю своих коллег, что, в общем-то, качество предоставления объективной информации на сегодняшний день в художественных лентах, конечно, не то, что это было раньше, в советские годы. Ну, и тогда тоже были определенные перегибы, не говорили о тех трудностях, которые возникали на фронтах, да, о тех трудностях, которые были, допустим, в тылу. Поэтому вот уже более зрелым человеком я черпаю информацию больше из каких-то, наверное, вот, скажем так, публистических, литературных источников данных, архивов. Вот так вот. Александр Иванович. Ну, я тоже считаю, что любое восприятие общественных процессов, оно субъективно. И каждый человек оценивает фильм, книгу, исходя из уровня собственной культуры, собственного восприятия мира. Ну, единственное, нужно понимать, что каждый исторический период, он включает в себя совершенно очень разные события. Есть события героические, есть события трагические для целых народов. Поэтому объективную информацию ее получить очень сложно. В любом случае, история – это наука прикладная. Я ее никогда не считал, не считаю объективной наукой. И она всегда переписывается, вот, к сожалению. То есть сложно получить объективную информацию о том, что происходило даже век назад, не говоря уже о том, что происходило тысячелетия назад и дальше. Поэтому важно все-таки свою историю, историю своего государства хранить и попытаться ее передать в том виде, в объективном виде подрастающим поколениям. Потому что, вот мы уже подчеркивали, мы родом из СССР, у нас было качественное образование, хотя тоже с идеологическим уклоном. Но ведь наши дети сейчас получают уже совсем другое образование, и они по-другому относятся к этим процессам. А что будет, когда повзрослеют их дети уже? Они, возможно, будут совсем по-другому относиться ко многим событиям, которые для нас, наверное, являются каким-то знаковыми. Поэтому это все очень сложно. Вместе с тем должна быть какая-то непреложная истина. Все-таки факт, остается факт. Мы победили в этой страшной тяжелой войне. Мы победили не просто в войне, мы победили фашизм. Это ужасное явление. И сейчас, конечно, мы видим, что в средствах массовой информации, особенно в Западе, это все начинает переворачиваться, преподноситься под каким-то углом. А здесь надо говорить вещи, как называются своими именами. Есть фашизм со всеми его проявлениями и теми ужасными последствиями, которые имел, скажем так, большинство мира, наша страна, Европа в целом. Есть факты, которые сейчас говорят о том, что это движение возрождается в некоторых странах и поддерживается определенными политиками. И мы здесь молчать не должны. Поэтому тема Великой Отечественной войны, она, я считаю, что должна обсуждаться в обществе, несмотря на всевозможные художественные картины. Одно дело взгляд художника, другое дело, что есть объективные вещи, есть объективные факты. И мы должны понимать, что наше подрастающее поколение должно знать истинную правду и должны отстаивать эту правду. Точно так же, как и мы сейчас на сегодняшний день должны отстаивать эту правду во благо последующих поколений. Да, но вот вы подняли сейчас очень болезненную, больную тему. Это вот факты переписывания истории, когда... Ну вот как раз по этой теме я и могу сказать. ЛДПР недавно вносила законопроект Государственной Думы, где предложила уголовную ответственность вводить за как раз перевирание истории. И по поводу фильмов, опять же, власть должна заниматься патриотическим воспитанием. Это ее прямая обязанность, исполнительная власть, законодательная власть. Сейчас здесь присутствуют депутаты Государственного Совета, и мы сидим и обсуждаем, какую информацию дают на уроках истории. Так может быть, назначить определенных ответственных депутатов, которые эти уроки посетят, сделать открытый урок и посмотреть, как на сегодняшний день в школах современных дают эту информацию. А по фильмам, что касается фильмов, я считаю, что комитет в Государственной Думе должен собраться, значит, и решить запретить определенные части фильмов, которые не пройдет вот этот вот цензор экспертного совета, писать на своих обложках и на афишах, основанных на реальных событиях. Вот и все. Художественный фильм. На Украине сейчас именно этим и занимаются. Запрещают, ходят по школам, по детским садикам и пытаются... А нам нужно обратную работу. Пытаются детям внушить ту правду, которая им сейчас кажется правильной. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, любая война – это страшное зло. Безотносительно даже того, кто в ней победил, кто проиграл – это зло. И нужно бороться с войной и не допускать ситуации, когда она может возникнуть. Вот это вот самое главное, что нужно почерпнуть из той нашей великой победы. Вот, Александр Иванович, в корне, не соглашусь с вашим мнением, оно, к сожалению, распространено сейчас. О том, что не важно, кто победил. Очень важно, кто победил. И для нас бы с вами было бы очень важно. Если бы там победили фашисты, мы с вами бы не здесь сидели. КПРФ ходит у нас и уроки проводит. И приносим знамена победы, дарим. Мы будем встречаться со школьниками и рассказывать о том, кто именно победил. И какие именно последствия эта победа имела. Это очень важно делать. А то, что на Украине происходит, это как раз последствия того, что там в школах начали преподавать другую историю. Как вы говорите, вот альтернативные бывают варианты. Вот им альтернативные варианты преподносили. Там нередко объясняли, что в Великой Отечественной войне, значит, с двух сторон украинский народ уничтожали, эти и другие, что они там боролись со свободой и все прочее. Вот это как раз антинаучные концепции чего-то пускать нельзя. То, что не соответствует реальным фактам реальной действительности. Ну, по поводу переписывания истории, я что хочу сказать от себя. К сожалению, вот сам, наверное, принцип переписывания истории – это ведь не новое явление. Оно было всегда. То есть испокон века, я бы сказал так. И это такой метод, наверное, борьбы с определенной территорией, страной, идеологией и иными вещами. Потому что сделали, переписали, и через два поколения, естественно, все, что забыли, и вот это восприняли, все, что написано, как действительность. Ну, условно говоря. Поэтому вот мы то, что сегодня темы, это обсуждаем вообще, как бы, да, в преддверии Дня Победы и 70-летия Победы, что вот патриотизм, там, любовь к родине. Вот как раз мы и надо этим заниматься. То есть наша задача, наша задача на территории Российской Федерации – сохранить максимальную объективную картину вот именно о Великой Отечественной войне, о том, что тогда было. – И вот как вот, если говорить, опять же, о прошлом геме, который в разных его формах, то есть и документальное, и фото, и картины, и художественные фильмы, и все иные виды. Вот ведь мы сами говорим, что вот из поколения в поколение меняются вообще специфики восприятия информации. Наши дети, да, у них сейчас гаджеты и так далее. То есть они не воспринимают, скажем, теми способами, которые мы воспринимали информацию. Поэтому, естественно, как бы со временем и должна в виде изменяться, поэтому и вот эти, скажем, способы подачи информации, то есть интерактивная форма подачи этой информации. Вот мы сидим в замечательном зале, где книги, да, там. Естественно, это книга, классика передачи информации. Естественно, вот эти моменты, то, что все, что есть на самом деле из истории Великой Отечественной войны, мы обязаны сохранить для наших потомков и научить их для того, чтобы они дальше это дело продолжили. Тогда, если вот на территории России хотя бы мы это сохраним, вот попытки там на Украине в других моментах, конечно, они будут, они были всегда, но они, ну, я бы сказал, в итоге в любом случае потерпят фиаско, потому что есть такая, наверное, классическая фраза, которая и во многих художественных фильмах воспроизведена, правда, она сила, и правда, она в любом случае когда-нибудь прорастет. Ну вот хочу поддержать, да, Олег Алексеевич, и, в принципе, без всякой лишней политизации, ведь достаточно большая работа на сегодняшний день проводится. Мы все прекрасно знаем, что еще два года назад поднимался вопрос создания единого учебника истории, да, и над этим работало много ученых, вне зависимости от какой-то либо политической окраски. Вот сейчас в школах нашей республики запущен проект интерактивный музей, когда школьники изучают историю своей семьи, вот в годы Великой Отечественной войны, поднимают, значит, данные по своим дедушкам, бабушкам, которые воевали в это время, составляют хронологически, значит, какие-то вещи, и тем самым вот в интернете собирается целая история из этих семей вот по школе. Это очень интересный проект, то есть наши дети вот через собственное такое, понимаете, переживание, они знают и поднимают исторические факты о своих героях, о тех людях, которые воевали, о своих родственниках, и тем самым, мне кажется, вот это и есть предмет воспитания того, что понимание, что мы прошли очень тяжелые годы, что действительно война затронула абсолютно всех, что это общая победа, и, как поется в песне, одна на всех, и тогда мы за ценой, конечно, не постояли, и такого повториться не должно. Вот это самое главное, что мы должны вложить, мне кажется, на сегодняшний день в умы наших детей, подрастающее поколение, да, это наша победа, мы заплатили за нее очень высокую цену, и нужно отстаивать эту победу, и любыми путями добиваться того, чтобы сохранить то завоевание, которое было 70 лет тому назад. Вот мы сейчас как раз немножко затронули тему того, как идет патриотическое воспитание, какими способами доносится информация о победе, о той войне. Мы говорим о патриотическом воспитании, но это патриотическое воспитание идет у нас под таким соусом, что остальные в этом участие как будто бы не принимают, только действующая власть, и только ей должны быть люди благодарны. А остальные партии вынуждены, значит, искать возможности провести свои мероприятия. Если уж мы говорим о великой победе, которая объединяет весь наш народ, тогда давайте не будем устраивать никаких политических игр, а одинаково все вместе будем проводить эти мероприятия. Вот Константин, наверное, как раз упомянул тот случай, вы говорили о патриотическом воспитании. Оно невозможно без сохранения определенных символов, определенных традиций. Много лет мы требовали, наконец-то сейчас добились, чтобы его знамя победы стали выносить на возложение цветов. Одна из полиграфических компаний города Чебоксары предлагает многим фирмам и организациям вывесить, ну, допустим, на строящемся здании вывесить флаг победы. Но я не думаю, что это запретят сделать. И достаточно патриотическая акция, и очень многих интересует. Я вам могу сказать, мы заказали 10 тысяч открыток с изображением знамени победы будем распространять. То есть мы эти вопросы, конечно, тоже решаем. Мне кажется, вы немножко сгущаете краски. Вопрос в том, что не сгущаем. Ни в каком виде нельзя запрещать использовать советскую символику. Понимаете? Если мы только дадим возможность один раз запретить, дальше пойдет вариант Эстонии. Вот и все. Я все-таки возвращаюсь к своему тезису о том, что история воспринимается всегда через призму субъективности. Даже у сидящих за этим столом субъективное восприятие многих исторических моментов. Поэтому правда, она где-то посередине. У каждого есть право на свое мнение. Но в целом-то нужно согласиться, что та война, которая была, которую мы помним, 70-летие победы, в которой мы отмечаем, это, во-первых, страшная трагедия для страны. Во-вторых, это очень большой урок. И самое главное сейчас не спорить о том, кто победил, кто проиграл. Это очень важно. Но гораздо важнее не допустить, чтобы подобные события в нашей истории в ближайшее время повторились. Это, на мой взгляд, гораздо важнее. Я тоже думаю, что сейчас спорить о том, что благодаря действующей, недействующей власти что-то произошло. Мы выиграли войну благодаря нашим ветеранам. Нашим людям. И достаточно много делается. И ведь 9 мая – это не единственный день, когда мы должны об этом помнить. 9 мая – это просто апогей всего, что должно происходить в стране. В целом, в воспитательной работе, в поддержке наших ветеранов. Недаром они сейчас у нас все, вот это беспрецедентное вообще, я считаю, как бы решение было президента нашей страны – выдать 7 ветеранам квартиры. Абсолютно правильно. Все ветераны у нас стоят поучетно на специальное медицинское обеспечение. Мы проводим диспансеризацию. То есть много чего делается. И ведь задача, в том числе и депутатов, неважно от какой партии, это на самом деле поближе быть к тем же самым поисковым работам, поддерживать их. А что там мало проблем, достаточно, что у нас не могут представители различных партий поддержать это направление. Конечно, могут. Вот давайте мы лучше будем говорить о том, что нужно делать, а не о том, что какая-то власть приписывает себе какие-то заслуги. Нет такого, конечно же. Это общенациональный, общенародный праздник. Вот я стою на этом мнении и считаю, что вот сейчас говорить о том, что 9 мая где-то кто-то митингует. Но ветеранам не это нужно. И нашим детям тоже не это нужно, на самом деле. Вот если спросить… Я хотел бы вернуть к теме, которую задала наша ведущая Триана. То есть она говорила вообще о том, что вообще все ли делается о патриотизме, а не было вообще речи о том, что кто победил и так далее. Кто-то кому-то мешает. Я насчет этого, что думаю. В принципе, вообще, в нашем мире, на земле, сделать все абсолютно невозможно. Ну, сделать в меру определенную, наверное, можно сказать, что ничего не делается, это будет неправильно. Конечно, делается. И довольно-таки много делается. По ветеранам абсолютно согласен. Очень много делается. И это необходимо делать, и это надо делать. Это просто наша обязанность. Естественно, тут никаких разногласий ни у одной партии вообще быть не может. На самом деле, понимаете, проблема лежит, мне кажется, здесь чуть-чуть глубже. Вот в самом начале я говорил о том, что на сегодняшний день есть определенное, скажем так, устройство общества. Ну, вот сказано, вот гражданское общество. Политические партии – один из институтов этого, скажем так, гражданского общества. Государственная власть – это априори, на мой взгляд, никак не должно быть объединено ни с одним из этих институтов. Проблема, на мой взгляд, лежит в этом. И здесь, понимаете, это как раз тот субъективизм, о котором говорит Александр Иванович. Вот этот субъективизм убрать и работать на самом деле. Сказать, то, что мы где-то там, каждая политическая партия делает, скажем, тоже в области патриотического воспитания. Ну, если говорить в двух словах о нашей партии, у нас есть ряд федеральных проектов. Мы уже два года ведем по выявлению памятников. И, слава богу, Путин Владимир Владимирович в этом году дал поручение вообще все памятники отрементировать. Естественно, нас это обрадовало. Мы уже два года этим занимаемся, нас это обрадовало. Ну, и так же, как и многие общественные организации объявили, там, литературные премии, конкурсы интерактивных работ, конкурсы художественных работ, акварельных работ и так далее, и так далее. Это хорошо. И с точки зрения сегодняшнего устройства общества, чем больше общественных организаций будет работать в этом направлении, тем лучше. Вот это то, что есть такая работа, разнопланы, это хорошо. Другое дело, государства, органы государственной власти должны этим процессом грамотно координацию осуществлять, управлять и направлять. Вот задача власти отделиться и реально управлять равноудаленно вот этими всеми общественными организациями. Давайте мы вернемся к популяризации, возможно, да, возможно, к информированию подрастающего поколения об этой дате, об этой войне. Все-таки мы немножко вышли на претензии и на какие-то проблемные точки. Я предлагаю все-таки поменьше на проблемные точки обращать сейчас внимание. Вот смотрите, есть поисковые отряды, есть военно-патриотические клубы. Вот их работа, она может привести к какому-то результату? Мне кажется, ну, я не знаю, я думаю, ни разу не была в поисковом отряде. Через 70 лет можно что-то найти. Татьяна, вот зря, что не были. У нас как раз на прошлой неделе выступали поисковики в горкоме КПРФ, на ЧПРФ у нас располагается. Мы с ними тоже сотрудничаем. Кстати, не одна партия с ними сотрудничает. Все сотрудничают, конечно. Очень интересные вещи рассказывают. Спустя вот 70 лет находят родственников. Людей, вот останки находят, люди находят их родственников. Им очень благодарны. Это действительно работа замечательная. И, наверное, не очень правильно то, что государство сейчас малую поддержку оказывает этим поисковым отрядам. В основном вот партии различные, общественные движения поддерживают. Партия какие-то очень рождены. Партия, спонсоры, да. Вот они в основном там получают средства. Нет, к сожалению, ни со стороны государства должного внимания к этому вопросу. Но патриотическое воспитание, оно же невозможно, в первую очередь, без уважительного отношения к нашему предыдущему поколению. Вот ветераны. Очень правильное решение. Хотя, конечно, сейчас их очень мало осталось. И оказывают помощь тем, кто остались, уже хорошо. Это хорошо наши с вами дети, которые воспитываются в семьях достаточно социально ответственных людей. Людей, которые думают о прошлом, думают о будущем. Получают какую-то информацию, правдивую информацию из книг, из фильмов, из документальных фильмов. Но мне кажется, даже в нашей стране, в нашей республике есть люди, есть родители, которые безразличны к этим датам. Вы знаете, давайте опять же вернемся, исходя из слова «воспитание». Много об этом говорится. Может быть, совершенно не такой экономический термин. Может быть, он больше такой психологический. Но с другой стороны, воспитание. Что такое воспитание? Уже давно говорят всякие педагоги, для того, чтобы воспитывать, не надо говорить, а надо показывать. – Пример. – Примером. И если мы говорим о патриотическом воспитании, здесь ведь каким-то одним действием это показать невозможно. И вот, наверное, здесь как раз и умещается все то, о чем мы уже всю передачу говорим. Конкретные поступательные, абсолютно последовательные действия и со стороны государственной власти, и со стороны общественных организаций, и со стороны общества, и самое главное, понятно, семьи, все, что как бы продолжается, по конкретным действиям – почитание предыдущих поколений, почитание памятных дат, определенного отношения к родине и иным, скажем так, памятным датам, символам и всем остальным вещам. И вот когда это все передается детям, и для них это становится обыкновенной жизненной, такой, скажем, поведенческой ситуацией, они, естественно, это будут передавать следующему поколению. Вот чего надо добиваться. А когда мы говорим о патриотическом воспитании, а на деле проходит некое вранье по действиям, где-то мы там зажимаем, где-то пугаем и так далее, то, к сожалению, это не будет восприниматься. Поэтому важно именно, должны быть конкретные действия, направленные… Как донести до этих людей, что нужно так себя вести, нужно такое поведение? Давайте задумаемся, кого вообще считать тогда патриотом. Разве можно считать патриотом того человека, кто просто на каких-то там футбольных матчах разукрашивает себе лицо в цвет российского флага, кричит какие-то кричалки, ходит на все мероприятия с вузов, куда только его позовут, с одним единственным флагом, известно каким. Разве можно таких людей считать патриотом? Ведь патриот – это прежде всего тот, кто уважительно относится к той территории, где он живет. Как можно считать патриотом, пусть у него будет вся машина заклеена наклейками «Спасибо деду за победу», но если он паркуется на тротуаре и мешает тем же самым ветеранам пройти, а не вынуждены обходить его дороги, то это мерзко, это не патриот, чтобы он там себе не написал. Но, к сожалению, образование сейчас такое, и я застал такое образование, не знаю, как люди старше, кто здесь находятся, какое образование застали. Вот это вот воспитание не дается так, как вижу его я. Нет уроков по праву, я имею в виду юриспруденцию, на том уровне, на каком бы это должно быть. Не объясняют, что такое органы власти. Люди абсолютно не знают, чем отличается депутат Государственного совета от депутата местного самоуправления Чебоксарского городского собрания депутатов. Люди не знают, что сами на округе могут… А для чего это школьникам? Школьникам для чего? Для патриотического воспитания знать, чем отличается один от другого депутата? Конечно нужно, потому что, когда человек настоящий патриот, он должен находить в себе силы выходить на улицу и разговаривать с людьми… Мне кажется, настоящий патриот тот, кто убирает рядом планеты. Вы немножко как-то вот путаете какие-то понятия, патриот, многоквартирный дом. Причем здесь это? Ну а кто, по-вашему, патриот? Тот, кто флаг держит высоко. Ну, при чем здесь патриот? Мы говорим вообще о празднике 9 мая, о том, что этот праздник означает для нашего народа. Я не говорю о воспитании. К сожалению, люди совершенно не понимают сегодня, что такое даже государство. Как они могут любить, защищать это государство, если они не понимают… Почему вы так считаете, что люди не понимают? Я так не считаю, например… Потому что я общаюсь с людьми каждый день. Люди не представляют даже, что такое выбор. То есть вы считаете, что это не то патриотическое воспитание, которое должно быть? Да, не то. Вот, Татьяна, знаете, в какой-то степени соглашусь. Наверное, нет, все-таки вот то, что сейчас дает школа, это определенный, так сказать, эффект получается. Из этого определенный эффект получается. Но проблема же не в этом. Не бывает патриотизма без нормальной сильной государственной социальной политики. Если вот то, что вы говорите про родителей, которые детям не дают… А эти родители, я более чем уверен, выросшие в 90-е годы во время развала в нашей стране, хотя тут кто-то возрождением эти годы называет, хотя это на самом деле был развал экономический, социальный, они же наверняка мечтали уехать из этой страны. У них нет у самих патриотизма, они сами не укоренились. Что вы хотите, чтобы они прививали какой-то патриотизм своим детям? Мне кажется, поколение 90-х – это вообще очень… Я не говорю, в таком случае, откуда 90-е вышли? У кого молодость? 90-е вышли, 70-х, 80-х. Блин, Григорьевич, не надо вот так вот о нашем населении говорить. Я с этим вообще полностью не согласен. Все, кто родился в 90-е, 20-25 лет, у них нет еще детей. Почему? Как будто это люди прилетели с отдельной планеты. Я не говорю, кто в 90-е родился. Я говорю, кто воспитывался, кого молодость пришлась. И не надо тут ради бога придумать чего-то. Мы же прекрасно понимаем. Мы вчера сравнивали экономику нынешнюю и с 90-ми годами. С 90-ми годами я ходил в магазин вот с такими пакетами талонов. И где тот объем продукции, о котором вы говорили, который производился 5 раз больше? А он был в холодильниках, а не в магазинах, понимаете? Потому что вы открывали холодильник, и там все было. Я предлагаю вернуться к теме «Круглого стола». И вот основной тезис, что и 70-е, и 80-е годы, и 90-е, и 2000-е, и наше время – это история не этой страны, это история нашей страны. Субъективная страна. Которая раньше называлась Советским Союзом, сейчас она называется Россией. Это наша страна. И самая главная задача – это как раз воспитание любви к нашей стране. И поэтому то, что сейчас происходит и в школах, и в детских садах, возможно, да, что-то там где-то что-то не доделывается. Где-то в семьях люди не до конца понимают. Но это не проблема глобального характера, это частности. А в целом все-таки патриотическое воспитание, которое имеет место в нашем государстве, оно свою роль, на мой взгляд, играет. И в принципе сейчас вот люди, граждане нашей страны, они, во-первых, люди знают свои права, знают, что они могут получить от государства, получают это от государства. И если сравнивать уровень жизни, ну вот уровень жизни, он потихонечку-то растет в любом случае. Это замечательно, что вы обращаете внимание на проблемы. И об этих проблемах надо не только говорить, но и надо их каким-то образом решать. Я, может быть, я идеалистка по жизни, вы меня уж простите, да, но я считаю, что есть люди, которые не знают свои права. Есть люди, которые, может быть, чего-то не получили от государства, от той же самой социальной политики. Есть, наверное, такие люди. Но их мало. Наверное, их нужно вытаскивать, наверное, им нужно помогать. Уровень жизни, социальные блага – это, конечно, очень важно. Но тема сегодня, она… Это все не напрямую связано с патриотизмом. Человек может быть бедным, нищим, но быть патриотом. И наоборот, он может быть богатым, у него все есть, но он не любит свою страну. Такое тоже возможно. Я вас уверяю, что сегодняшние школьники, они во много раз большие патриоты, может быть, даже, чем мы здесь сидящие за этим столом. Потому что они любят свою страну. И они хотят жить в хорошей, сильной стране. Это школьники, которых воспитывает наши учителя, которые росли в Советском Союзе. Это система. Система, она выстроена. Ее невозможно сломать за короткое время. И неважно, какая партия руководит страной. Вы знаете, наверное, нет государства, в котором не бывает проблем. И задача государства, и задача, в первую очередь, наверное, вас, представителей политических партий, которые представлены в законодательном органе нашей республики, показывать эти проблемы, раскрывать их и делать так, чтобы они решались. Спасибо вам, что вы пришли. Я думаю, что разговор был в какой-то степени полезен. Мы поняли точки зрения всех. И я надеюсь, что вы высказали все, что могли, хотели. Я думаю, что мы не в последний раз собираемся. Но вам, уважаемые телезрители, я хочу сказать большое спасибо за ваше внимание, за то, что вы были с нами. И надеюсь, наша беседа вам была интересной. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова